Новая модель робота оборудована видеокамерой, навигацией и температурными датчиками. Умная машина будет не только тушить, еще разбирать завалы из поваленных деревьев, вести видеонаблюдение и производить замеры. Управление по радиосвязи. Аналоги техники есть на гусеничной основе. На платформе танка такая машина впервые. Используется танковая основа, то есть танк уже разработан, и надо заменить только башню на спасательный модуль, так сказать, на тушительный. А сколько воды может поднять эта машина? Такие подробности мы еще не рассматриваем. Скорее, это зависит от танкового шасси, на котором будет установлено. Какая модель. Над моделью ребята работали три месяца. Самым сложным оказалось создать программное обеспечение. Оценить модель доверили профессионалам. В испытаниях принимает участие спасатель Владимир Берестов, обладатель Ордена Мужества за тушение пожаров в Нижегородской области в 2010 году. У нас на вооружении таких пока машин нет. Конечно, у нас есть техника роботизированная. Это специализированная пожарно-социативная часть. Есть там роботы, но они немножко специфика у них другая, по-моему, так говорить, как бы не для тушения лесных пожаров. Нужна такая машина? Ну, в принципе, она может пригодиться. Модель можно доработать, уверен, пожарный. И тут же предлагает оборудовать установку насосом и емкостью для запаса огнетушащих веществ. А в задней части установить плуг для создания разрывов против распространения огня. Вот он идет, и дело от разрыва. То есть, от высокойки создавать, тем самым, разрыв против пожарной. С обновленной моделью спасатели пригласили школьников на отраслевой республиканский конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая Купина». Его первый этап начнется 1 декабря. Елена Керн, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Продолжение следует...